Издательство Эксмо представляет. Еда живая и мертвая. Рецепты для здоровья и красоты. Научный взгляд на то, как полезная еда может и должна быть вкусной. Автор Сергей Малоземов. Читает Максим Гамаюнов. Предисловие. Вот уже несколько лет в программе «Еда живая и мертвая» я со своими коллегами рассказываю о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. С самого начала мы твердо решили, что будем озвучивать лишь факты, доказанные наукой. Никаких мифов, страшилок и дутых сенсаций. В поисках правды я объехал полмира, пообщался с десятками авторитетнейших ученых, изучил тысячи исследований. И оказалось, что хотя наука и не стоит на месте, в чем мы убеждаемся каждый день при подготовке новых выпусков программы, основные принципы здорового питания неизменны. Я лично теперь знаю пять таких, следую им и чувствую себя отлично. Надеюсь, и выгляжу тоже. А главное, продолжаю получать удовольствие от жизни, в том числе и за обеденным столом. Ведь питаться правильно вовсе не значит отказываться от всего любимого и вкусного. Уменьшить размер порций. Вот что нужно сделать в первую очередь. Ученые выяснили, что если есть на 20-30% меньше, можно повысить качество своей жизни на 15-20%. Снизить риск заболеть диабетом на 50% и раком на 70%. Все это подтверждает опыт долгожителей. Пообщавшись с итальянцами, японцами и горцами Кавказа, которые перешагнули столетний рубеж, я убедился, все они очень умеренны в еде. А еще в их рационе мало мяса и много овощей и фруктов. Наука подтверждает, злоупотребление мясом, в особенности промышленно переработанным, повышает шансы заболеть раком так же, как курение. Но в разумных количествах и вместе с овощами, которые являются антиканцерогенами, оно вреда не несет. Фрукты же содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, а сахар в них связан с клетчаткой и потому усваивается легче. В отличие от сахара добавленного, он, как и соль, не только вызывает зависимость, сравнимую с наркотической, но и является верным спутником сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта и даже рака. А ведь эти белые крупинки добавляют практически везде. Даже в хлеб и сметану. Что же тогда есть, если все так вредно? Спросите вы. Ответ однозначен. Есть можно все, если понемногу. И это даже очень важно. Без этого не были бы такими стройными жители двух самых здоровых наций мира, Японии и Франции. Их главный секрет – разнообразие. Разумеется, в дополнение к умеренности. Они едят много блюд маленькими порциями, а это позволяет наедаться меньшим количеством и нравиться микроорганизмам, живущим в кишечнике и поддерживающим иммунитет. Итак, меньше калорий, меньше мяса, больше овощей и фруктов, меньше соли и сахара, больше разнообразия. Вот пять главных принципов здорового питания. Но одно дело – знать их. И совсем другое – придерживаться каждый день. Именно поэтому я и решил написать эту книгу, в которой есть не только теория, но и практика, рецепты. За годы существования программы «Еда живая и мертвая» их накопились сотни. Ведь мы всегда не только рассказываем о том, как правильно питаться, но и показываем, как делать это вкусно и красиво. Многие из этих блюд буквально изменили мою жизнь. Главное – они заставили по-новому взглянуть на овощи, зелень, семена и орехи, которые вполне могут и насыщать, и радовать, и укреплять здоровье. Именно такие рецепты я выбрал для этой книги. А для удобства разделил их на категории. Простые в приготовлении, посложнее, и те, что чаще можно встретить в ресторанах. Приятного прослушивания и аппетита!